Важно! Я вам настоятельно рекомендую перепроверить информацию лично, ибо я как-никак и могу ошибаться насчёт всей ситуации вокруг уязвимости безопасности Unity. Все ссылки в закреплённом комментарии. Итак, 3 октября у нас была информация о том, что игровой движок Unity находится в огромной уязвимости безопасности, и все приложения или игры, созданные на этом движке, вплоть до версии 2017 года, имеют этот эксплойт. Под угрозой оказались такие операционные системы, как Windows, Linux, macOS и даже Android. То есть вы понимаете весь масштаб происходящего? Наверное нет, потому что я таки не рассказал, кто в опасности и как это вообще работает. Собственно, эксплойт возникает через аргументы командной строки, передаваемые в приложение Unity. И злоумышленник может загружать приложение произвольной библиотеки и выполнять вредоносный код, в том числе и красть конфиденциальную информацию. Но на каждой платформе уязвимости и ограничения разные, и вот в это я уже углубляться не буду. Под угрозой буквально все были, потому что что Unity, что Windows, что Steam приняли меры по извлечению этой опасности. И они работали над этой проблемой ещё с мая месяца. А вот недавно, по предварительной инфе, которую вы можете воспринимать как слух, информация про эксплойт всплыла, отчего всем вышеперечисленным компаниям пришлось действовать быстро, информировать пользователей и патчить всё подряд. Важно подметить, что на данный момент не было зафиксировано ни одного случая кражи данных пользователей и нарушения их безопасности. Но это не значит, что проблему стоит игнорировать, особенно разработчикам приложений. Unity уже разработали несколько подходов к решению проблем в их приложениях. И да, всё нужно делать вручную. Самый лёгкий варик – буквально перенести приложение на самые последние версии Unity. Но если вы не можете пересобрать исходный код, то можете воспользоваться патчером приложений. Но патчер не будет работать для игр, у которых есть сторонний античит. А BattleBit как бы работает через изи античит. Понимаете, всё соль, да? Есть ещё такая штука в Unity, называется контроль версии. Она позволяет синхронизировать и сохранять билды приложений Unity между разработчиками. Так вот, разработчики бутылки каким-то чудом обосрали с этой штукой. И из-за этого они не могли сделать патч после того, как начали работать над обновлением 3.0 ещё в начале 2024 года. А теперь, вероятно, не смогут пофиксить эту проблему. Как раз таки из-за того, что у них нет билда текущей версии игры. Тем временем, даже самые старые и давно не поддерживаемые игры получают патчи от эксплойта. А те игры, которые не получают патчи, просто удаляются самими разработчиками до тех пор, пока они не получат патчи. Что весьма странно, учитывая, что Steam сам блокирует или предупреждает пользователей о том, что игра находится под угрозой. В общем, как вы уже поняли, проблема масштабная. И пока я писал сценарий, Джиглас ответила, что вы не поверите, разработчики BattleBita выпустят фикс. Наконец-то, обново, вот только как именно они исправят проблему, всё ещё остаётся небольшой загадкой для меня. Они сказали, что всё исправят через патчер. Но, как я и говорил, патчер не работает с античитом, но походу, что работает, и проблема должна исправиться сначала от стороны изи античит, а потом уже со стороны разработчиков BattleBita. Короче, всё очень запутанно и не особо понятно, но всё, что я могу сказать, мы в безопасности. Но я бы не особо рекомендовал вам заходить в BattleBit до выхода этого патча, через несколько дней. Да, пока никого ещё эксплойтом не взломали, Steam сделал дополнительные меры безопасности, так же самое, как и Windows со своим Defender, а разработчики игр патчат все свои приложения. Но угроза остаётся угрозой, играйте на свой страх, Ирис. Кстати, забыл упомянуть, что патч будет банальным фиксом. Никаких нововведений и даже бэкфиксов не ждите. Вот интересно с чём, они выпустят SilentPatch без уведомлений игроков о том, что они сделали фикс, или всё-таки нарушат свои обещания насчёт уведомления и поставят Steam только под выход обновления?